Добрый день, друзья! Недавно прошёл парад независимости в Украине, посвящённый 30-летию независимости Украины. И в связи с этим начали всплывать всякие комментарии всяких пропагандистов в России, в частности, относительно того, какой он был хороший, плохой, убогий, недостаточно хороший. Начали оценивать слова президента Украины. И всё это, естественно, в негативном цвете. Я хотел бы выслаться на тему политики. Хотел бы прокомментировать эту ситуацию так, как я её вижу. Дело в том, что я родился в Луганске. Родился в Луганске, когда это был ещё Советский Союз. Прожил там 20 с чем-то лет. Принял присягу уже в Украине как военный, как лётчик. До этого служил, учился в Суворовском училище в Твери. То есть как раз в момент перехода Украины как республики, в Украину как государство, я его застал. Как это было на моих глазах, я принимал присягу в Украине. Ну, кстати, отмечу, что надо правильно говорить, «в Украине», а не «наукраин». Поэтому, когда на российских СМИ говорят «в Украине», они это делают сознательно, подчёркиваю, что это окраина, какой-то предаток и так далее. Вот эту тему я хочу немножко обсудить. Ну, что можно говорить «на Россия». Если «на Украине», то «на Россия». Если «на регионе» или «в Фургии», по какой-то стране или на стране, это важный момент, да, зачем это делают русские СМИ? Специально, естественно. Но когда мне пишут на Украине, я пишу всегда на Россию. Потому что если Украина брать как Украина, то Россия, но это брать как Россия, и не страна. Если говорить «в Украину как страну», тогда говорить «в Россию как страна». Но дело в другом. Путин как-то выставался, что самая большая ошибка, он считает, развал Советского Союза. И что Украина, ей был подарен как бы Крым, и нужно вернуть её в лун Советского Союза. Давайте это обсудим по порядку. Первое. Путин стал президентом России благодаря этому развалу. Если бы Россия, то Советский Союз оставался Советским Союзом, Путин бы не был президентом России. Если он нивелирует договор Беловежской пущи, значит, он нивелирует своё президентство. Если он хочет, чтобы Россия восстановилась, должен понимать, что он тогда нелегитимный президент. Правильно? Многие говорят о том, что Россия законно приняла Крым в своё государство. То есть они подчёркивают, что референтум, который был в Крыму, он законный, потому что местное правительство так решило. А в таком случае местная республика, автономная республика Крым, она имеет право так поступать. Возвращаемся на знак, он считает, что республики Советского Союза не имели права поступать. Это же подписывал его предшественник. И получается, что он ставит под сомнение некую русскую действительность. Те права, по которым он стал президентом этой страны. С другой стороны, он считает, что крымские депутаты имели право подписывать какой-то договор, какое-то соглашение о выходе из Украины. Ну тогда, если это так, то и Советские Республики имели право подписывать. По сути, сейчас начинают все говорить о том, что выход республики Советского Союза был незаконный и те, кто его подписывал, не имели право это делать. Если они так говорят, в таком случае и Крым, крымские парламентарии, крымские представители народа не имели право это делать. Они сделали этот референдум, а во многих интервью Путину рассказывают, что да, мы помогали, сохранять там спокойствие, и там были наши военные, которые это обслуживают. Каким это образом на территории чужой страны военные другого государства помогают создавать правовые рамки референдума, образование, которое до референдума ещё принадлежит другой стране? Я этого понятнее не могу. У меня есть масса причин обсуждать украинское правительство. Вот мы видели парад, он был крутой, на него, конечно, хайат русские средства, масса информации. У меня есть претензии, допустим, к первому, второму президенту Украины. Я хочу спросить, где армия, что вы делали, чтобы она была, почему нельзя было её примножить, сохранить, каким образом вы были завязаны с Россией и так далее. Из вопросов массы. Но суть не в этом. Суть в том, что когда идёт вопрос на законность выхода Крыма из состава Украины, то нам предлагают некоторые пакты по его выходу, которые повторяются с пактами выхода России из состава Советского Союза. Если Крым вышел законно из состава Украины, то и Россия вышла законно из состава Советского Союза. Когда какого чё-то вы пытаетесь показать незаконно? Если Россия вышла незаконно из состава Советского Союза, то и Крым вышел незаконно из состава Украины. Почему-то такой юридический парадокс никем не обсуждается. Даже украинские СМИ не могут его поднять. Ведь можно предъявить права, предъявить претензии в России. Дальше смотрите. Когда я владел пастором Советского Союза, я же не писал заявление, а выходить из гражданства Советского Союза. Понимаете, если вы гражданин другого государства, не хотите стать гражданином другого государства, вы можете либо иметь два гражданства, если это позволено, либо написать заявление выходить из гражданства некой страны. Никто из украинцев не писал какого заявления, никто из россиян не писал какого заявления. То есть по умолчанию считается, что эти страны стали правоприемниками тех обязательств, но мы же люди, мы же не обязательства, мы же свободные якобы личности, и поэтому все россияне должны написать заявление о выходе из Советского Союза. Все украинцы должны написать заявление о выходе из Советского Союза и получение гражданства Украины. Но это было опущено. То есть к чему я веду, что многие вещи были нарушены, опущены в момент выхода какого-то образования из какой-то страны. И поэтому задним числом не нужно самого себя подставлять под то, чтобы все считали, что Россия нелегитимное образование. Понимаете? Вот этот момент, он прослеживается везде, сквозь, в российских СМИ, и они манипулируют сознанием таких глупых, наверное, не до конца образованных наших граждан. То есть, если вы признаете, что ваши военные помогают региону, украинскому, делать референдум, о выходе, то это была интервенция и окупаться. Уже вопрос в другом. Чему там Украина не сопротивлялась, почему украинские ворьяны и вам не сопротивлялись. Это вопрос в другом. Я сейчас хочу, чтобы вы задумались, что если Путин хочет восстановить СССР, то он должен признать, что первое, республики вышли незаконно, то есть республики, не все 14 республик, кроме России, а Россия первая, вышла незаконно и что он власть незаконна. Почему этот момент никто не обсуждал. А если же законно, тогда не нужно говорить, что Украина что-то должна кому-то. И Крым, который присоединили к Украине, он в 60-м дамы, присоединила не Россия, а та страна, из которой незаконно вышла. Россия это Советский Союз. Поэтому Россия, Украина ничего не должна. Если она и должна Крым кому-то, она должна Крым Советскому Союзу. Советскому Союзу. А это намного большая большая территория, чем сейчас у России. Там было 15 республик. Поэтому о какой исторической справедливости говорит это русская власть. Вам Россия никто ничего не должен. Вы Россия никого ничего не присоединяет. Советский Союз присоединил Крым к Украине. И если же Крым нужно отдавать, то Советскому Союзу, а не Россию. Пожалуйста, задумайтесь об этом. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...